Сезонные колебания цен на плодовочных рынках столь же естественны, как смена времен года. Главное, чтобы эти колебания не превышали все разумные пределы, как это нередко наблюдается весной. Хотя зимой, кажется, большей причин задрать цены на сохранившуюся с осени продукцию. Впрочем, не везде она сохранилась, и от нее пытаются избавиться там, где это не разрешено законом. Знакомое место многим мытищенцам на привокзальной площади. Партия хурьми здесь по виду как раз для сброса спешащим прохожим. Пробуем прицениться и мы. Она вот по качеству мягковата. Это мягкая, это не вязкая, сладкая, чем крепкая. А они разве не подмерзли? Первый раз беру, я не знаю. Думаю, что хорошее. Как говорится в таких случаях, святая простота. Покупать на лету у мошенника, который тут же сворачивает свой летучий прилавок и был таков, просто глупо. Мы идем на рынок. Здесь никто никого обманывать не собирается. Зимой овощи и фрукты не растут, и значит сегодня распознается то, что осталось с осени. Но товара становится все меньше, а значит возрастает его стоимость. Ну давайте присмотримся, так ли это. Судя по ценникам, это не так. Закон стоимости действует также безотказно. И если нет никакого дефицита товара, значит и цены не растут. Практически то, что вы хотите найти на рынке, вы всегда находитесь. Нахожу, конечно. Ну посмотрите сами, ассортимент довольно приличный. Ассортимент – это выбор для нас. Бросается в глаза вот этот виноград. Он здесь дороже всех, но он привезен из Аргентины. Турецкий – вдвое дешевле, узбекский – втрое. Но главное не это, а каков наш традиционный овощной набор. Это вообще калуга. Очень хорошая капуста, настоящая наша. То есть она сохраняется? Сохраняется, потому что она лежит в хранилищах, и она еще приблизительно будет до апреля месяца. Дефицита товара нету, да. И картошка тоже. Это относится вот, я смотрю, к моркови, да? И морковь. Все, вот этот весь товар находится в хранилище. Он там будет вообще лежать свежайший. В павильонах рынка светло, сухо и надежно. Практика последних лет доказывает – рынок овощной и фруктовой продукции сбалансирован и обладает достаточным запасом прочности, чтобы не допускать ценовых колебаний, неприемлемых для потребителя. И к этому мы давно привыкли. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...